Всем привет! Сегодня покажу интересную модель Android Box на примере штатной магнитолы для платформы MQB для Volkswagen Jetta 7, Tiguan, Passat B8 и других. Вот такая модель. Довольно компактная. Работает через штатный CarPlay. Вот такая черная коробка. Вот такая инструкция на английском языке. Красочная, в принципе все понятно, кто владеет хотя бы базовым английским. Интуитивно, я думаю каждый разберется как с этим пользоваться. Вот такая сама коробочка. Очень компактная, тоненькая. Вот это я думаю алюминий для охлаждения сделан. Снаружи пластик Type-C Type-A, микрофон внешний, если кому-то нужно усилить. USB Type-C Type-C, если у вас уже в автомобиле Type-C булавка для того, чтобы извлечь сим-карту. Вот такие входы. Это для внешнего микрофона под Type-C. Это основной для подключения слот с сим-картой и слот под microSD-карту. Версия 4.64. Процессор здесь у нас идет Qualcomm восьмиядерный. Подключаем USB. Выбираем CarPlay, Connect. Система грузится несколько секунд. Вот запустился Android Box. Главное меню представлено виджетами. Правый виджет на 6 приложений. Можете настроить любые на ваш вкус, которые чаще всего вам нужны. Здесь идет виджет погоды. Чуть ниже виджет для зеркалирования. Здесь для Android, для iPhone, CarAuto, не знаю, тестировал еще это приложение. И также зеркалирование на телевизор. Не знаю, зачем это в машине, но тем не менее это есть. Также в нижней части у нас идут горячие клавиши для активации Wi-Fi, гибельной передачи данных. Можно сделать скриншот и геопозиционирование. Ну а здесь виджет у нас идет либо аудио, либо видео. Слева идет у нас тоже панель с кнопками, 6 точек. Нажимаем и у нас виджет запускается навигацией. И справа у нас получается компас. Если нажмем на 4 точки, перейдем в установленное приложение. Полностью полный список, который у нас стоит в системе. Видеоплеер, аудиоплеер и программа навигации на полный экран. В самой верхней части этой панели у нас располагаются значки. Статус подключения сим-карты, Bluetooth, геопозиционирование, уровень сигнала 4G и уровень сигнала Wi-Fi, ну и часы. Если нажать просто на экран, высвечивается быстрое меню, которое позволяет у нас сделать шаг назад, перейти в главное меню и отобразить приложение Split Screen. То есть два приложения на одном экране. Давайте пробежимся по настройкам. В самом верхнем меню у нас идут настройки приложений. Можно задать приложение для навигации по умолчанию, музыкальный плеер, видеоплеер, голосовой помощник и еще такая интересная функция. Можно до 5 приложений задать в автозагрузку. То есть это те приложения, которыми вы пользуетесь регулярно. Ну, к примеру, антирадар вам нужен, когда вы садитесь в машину, чтобы он сразу подгружался без необходимости постоянно его вручную стартовать. Личные настройки. Это тема ночная, дневная. Можно в авто выставить, и она будет от времени суток у вас переключаться. Дальше видео в движении можно включить, выключить. Задать пароль для Wi-Fi, если вы будете с симки раздавать интернет. Смешивание звука, уровень. И у нас единицы измерения скорости. Километры в час, либо мили. Далее возвращаемся назад. Системные настройки. Здесь нужен пароль. Прошу потом у китайцев, какой там пароль. Дальше информация о версии. Это версия прошивки. Версия Android. Она у нас 12-ая. Оперативки 4, встроена 64 и доступна 42. Позиционирование. Это выключить, включить определение местоположения. Язык можно выбрать. И дальше стандартные Android настройки, как в любом планшете. Таким образом это все работает. В принципе, довольно симпатично. Сейчас запущу YouTube. Все работает замечательно. В принципе, такая интересная коробочка. Да, еще забыл показать. Можно настроить тему оформления. Ну, их пока здесь 3 установленных. Но это лучше, чем просто одна. Вот настройки тем. Заходите. Вот такая есть тема. Тоже дневная, ночная. Ну, такая еще тема есть. Тоже день, ночь. И третий вариант. Это как сейчас у нас установлено. Вот могу, допустим, на вторую переключить. Ну, такая тоже довольно симпатичная. Или переключить на первую. Ну, это такая совсем минималистичная. Значки немножко другие стали. Которая стояла, она более такая интересная. Да, тут значки такие больше на iOS похожи. Такая коробочка стоит от 18 до 20 тысяч. Если же в вашем автомобиле, допустим, если брать Volkswagen на платформе MQB, стоит простая магнитола Composition Color, у которой две крутилки и маленький экран, то вы можете заказать вместе с вот такой штатной магнитолой комплект. И плюс это Android коробочка. Такой комплект будет стоить порядка 45-50 тысяч. Ну, по сути, по цене. Типа как T-Ice. Но здесь вы получаете оригинальную магнитолу. Штатным экраном. С полным функционалом. Android возможности. Чего, в принципе, вам не даст ни одна Android магнитола. В том числе и T-Ice. Если ролик был для вас полезен, ставим лайк. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!